О, ты чё, тоже музыкант? А ты чего? Поплак, рэдс, папам, 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 папам. Абсолютно. Есть чёртлы! Удалить. Я посоветую, во-первых, верить в свои силы и... И наплевать на мнение окружающих, в принципе. Вообще, а потом удалить? Потом удалить, Таль, по-моему, с тобой. Но, но, но. Нет, потом удалить, пройти через осознание того, нужно ли это действительно тебе, как будто ты этим заниматься, несмотря на то, что никому не нужно, чтобы все тебя просто набят, все говорят, что ты кретин, идиот, и придурок, вот, как бы, и вообще ты делаешь... Ты смотри, он ни одного, мать, одного слова не сказал. Кретин, идиот, придурок, класс. Во-первых, почему он решил, что это стоит доносить? Кто ему сказал об этом, да? А во-вторых, по-моему, времена одного сингла давно прошли, друзья. И нужно выпускать этих синглов штук сто, потому что раз все стало доступно и все стало бесплатно, то твоя музыка тоже стала бесплатной автоматически, да? Раз такая ситуация, то ты должен просто работать, как скотина, просто вот штамповать эту музыку, пока у тебя есть творческий ресурс, назовем, вот так, да? Как у нас тут был опыт недавно, то есть, как бы, человек пришел, сказал, а что это вы меня не учите, обиделся и ушел. То есть, как бы, мы так прифигели, а да, а что еще сделать? Давай сразу бабла тебе закинем. Нет, мы уже не прифигели, нет, мы уже не прифигели. Нет, я тогда прифигел. С ростом количества музыкантов, да, серьезность этих музыкантов, в общем-то, она очень стремительно пошла вниз. Все-таки злость где-то была у них. Но это же все-таки, как бы, конкурентный рынок, да, и, ну, ха. Всем хотелось куда-то залезть, да, всем. Причем, настолько было мало куда можно было залезть, что, казалось, там, любая ступенька в достижении, там, вау, я что-то... Нет, ну, что есть доброта. Если ты знаешь ноу-хау, как продать кого-то на лейбл, то ты можешь за скромные вознаграждения продать его на этот лейбл. Через себя, да, и... Потому что номинально, то есть, ты кому-то помогаешь, да, тогда, тогда... Это сейчас никто не зарабатывает, да, на музыке, а тогда, тогда существовала реальная вероятность, просто ты заработаешь, то есть, если ты подписывался под лейбл, и был не так много, как сейчас. И сейчас, по-моему, стал, ну, не знаю, порядок больше. Они помельчали, как огурцы, по 5 и по 3. Но тогда, когда ты подписывался на какой-то более-менее весомый лейбл, скорее всего, какие-никакие, но тебе что-нибудь бы пришло. Ну, опоздали. На самом деле опоздали, если бы это сделали буквально, там, пару лет назад раньше, да, то есть, и потом бы обрастали таким же количеством релизов. Мне кажется, уже было бы ощутимее. А, да, тогда же еще деньги платили за музыку, точно. Да масса всем. Я кушать люблю. А какое твое любимое блюдо? Я не знаю, просто кушать люблю. Я уверен, то, что продать оркестровую музыку... Обычному слушателю достаточно тяжело. ...написать ее на компьютере и выдав за что-то практически нереальное. То есть, вот те люди, с которыми я общался, которые действительно музыкально образованы, да, и занимаются подобной музыкой, не все говорят, что можно ее написать, но потом ее надо перезаписать... Живье. Живье, да. Потому что, в противном случае, это ничего не стоит. Вообще ничего не стоит. То есть, это фуфел, это неинтересно. И любой знаток данной музыки, да, любой ее ценитель скажет, что вот этот вот фастфуд, а я есть не буду, пожалуйста, в живую запись. Народ стал более избирателен, и потребитель этой музыки стал намного лучше разбираться в вопросе. Намного лучше. Ему не пофигу, как одеваться, ему не пофиг, какую музыку слушать, какое кино смотреть, куда ходить, что кушать. И вот это, в общем-то, и изменилось. То есть, общество стало более информационным. Если раньше можно было тюкать в какой-то глубинке без интернета и без всего проживающей, какой-то руки вверх, и народ там верещал, да, то сейчас этого не прокатит. Сейчас даже в каком-то городе не очень большом, да, и периферийном народ потребует все-таки свежей, хорошей, интересной музыки. Разумеется, самое главное, музыка обесценивается. Музыка не стоит ничего, и как следствие, работа музыканта, сам продюсера тоже практически не стоит ничего. Хотя на самом деле это достаточно такой тяжелый труд, все мы это знаем. Музыка-то, собственно говоря, действительно обесценивалась, да? И люди почему-то стали готовы и продолжают это делать, поддерживать эту обесцененную структуру, да? Они относятся к музыке уже настолько просто, просто вот она должна быть бесплатной, пипец. Окей, не вопрос... То есть денег-то стоит шоу-бизнес, а не музыка, как таковая. То есть большинство музыкантов, которые являются музыкантами, они пытаются продать именно музыку. И у них не получается, они не понимают почему. Ну, это да. Это как продавать один из компонентов стирального порошка, да? Или как продавать двухкомпонентный герметик и один из компонентов. У них любые поделись в пупорке. Нужно, чтобы все было пупорно. Магазин как магазин, да? То есть как бы относиться к нему никак нельзя, но это просто магазин. Другой момент, что когда был переломный переход, когда закрылась дистрибьюция, про которую я люблю все, мы все называемые дистрибьюшн, но и британская, и винил практически исчез в прилавках, ходила такая молва в кулуарных разговорах среди музыкантов, что вот сейчас, друзья мои, наконец-то восстанет видпорт, туда все пойдут, там все купят, там все будет здорово, мы снова будем получать те же самые деньги. Разумеется, этого не случилось. То есть не случилось не столько, не просто вот не случилось, прям вот там стали меньше взорвать, а вообще ничего не случилось. То есть настолько просто, вот ты получал там 500 евро за грамотность, а стал получать 5 евро. И все сели такие... Интересно, то есть просто когда ты смотришь на это извне, и ты действительно начинаешь, ты не знаешь, как это все устроено, тебе кажется, что... Музычку ВКонтакте нормально скачать. А, нет, ну это нормально скачать. Я имею в виду, что тебе кажется, когда на всем висит ценник, да, тебе кажется, что это купят. Вот у меня есть человек, мой приятель, ему... Он смотрит там какой-то автомобиль, да, он стоит больших денег. Он говорит, нет, ну как это... Почему это столько стоит? Я говорю, я ему всегда говорю, приятель, как бы, ценник можно повесить на, как бы, все, что угодно, любой. Это не значит, что это будут покупать. Да. Вот и что. Сейчас, на мой взгляд, лейбл, если должен существовать, то он обязан создавать некий плацдарм для музыкантов, чтобы они смогли не только себя реализовывать, как, извините, я продаюсь там на каком-то магазине, но еще и они смогли что-то зарабатывать, а зарабатывать можно только через сцену. И если лейбл запускать, то запускать его сразу со своими мероприятиями регулярными и так далее. То есть самое главное это все-таки делать некий перформанс, некие мероприятия. Это для любой музыки. Мы все делаем в коробке давным-давно, за крайне редким исключением. Разумеется, мы все купили. Мы все купили, вообще у нас все куплено, все на рутрокере куплено, все нормально. Возвращаясь к вопросу, кто на чем работает и кто на чем пишет собственно музыку. То есть как бы не классен было это устройство, а оно действительно божественно, по-своему, это больше, наверное, фетиш какой-то, чем реальное устройство для реального музыкального производства. Что-то у вас суперсол какой-то не такой. Да, не такой. Не как у нас. Мы вам сейчас вышлим саундсет от мануэля Шлейса. Скачайте его оттуда и сделайте вот так. Я не советую, я уж не знаю, как бы, да, вот, я не советую заниматься модулярами, реакторами, да, Макс МСП. Чего ты реактор? Так, реактор, тихо. Я не советую, это не значит, что тебе нельзя. Нет, я не советую заниматься тем, что не дает какого-то, и речь про начинающих музыкантов, не про не про музыкантов из тебя, а про начинающих музыкантов. я не советую реактором заниматься начинающим музыкантом. Почему? Потому что есть определенный риск, что человек просто утонет в этом реакторе, и он будет заниматься исключительно сборкой каких-то вот там модулей в этом реакторе, да, или вот будет сходить с ума по... отойдет от музыки. Отойдет от музыки, то есть музыка, она должна как бы традиция, должны появляться музыкальные произведения. Исходить надо из чего-то более общего, из чего-то более такого общепотребительского, на мой взгляд, потому что как бы так у тебя шанс быстро научиться многому, нужно потом выбрать. Многие и болтонщики, я слушаю их музыку. Да, я хотел про это сказать. Вот клубники, да, вот, то есть я слушаю, я слышу и вот это вот повсеместно. И у всех у них почему, я не знаю почему, раньше такого не было, несмотря на то, что инструментов было мало, раньше звук действительно у всех различался, а сейчас у всех одинаковый звук, потому что у всех этих людей Native Instruments. И одинаковые библиотеки Sample of Angels. Массив, да, с одинаковыми банками у всех. Молодые приходят в обилие инструментария, да, Коля уже об этом упомянул, у всех все одинаковые. Мне постоянно старшее поколение музыкантов, у которых я задавал, которым я задавал тот же самый вопрос, как посоветуете, они всегда говорят будьте самобытными и в то же время когда речь идет о лейблах, они такие типа, ну да, вот надо под формат, но самобытно, ну то есть у меня такое ощущение, что каждый пройдет своим каким-то путем и рано или поздно каждый станет ну я надеюсь, что каждый станет таким таким же дебилом, как я. идите на сцену сразу планируйте неважно что на чем вы играете на гитаре на launchpad черт подери на пуш там на чем угодно да идите на сцену думайте как выступать на сцене собирайте коллективы пытайтесь мы с Сашей познакомились только потому что мы реально искали как разнообразить как-то что-то привнести какой-то коллаб сделать делайте коллабы вот это не надо тонуть в себе как бы надо развиваться ничего не знаю вообще мастерами заказали у меня кто сойдет у вас да что мне говорите как надо делать да вот вам бля мастерами 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 Субтитры подогнал «Симон»